Для начала необходимо сказать что-то такое позднеримское время, чтобы сориентировать людей, которые больше привыкли к цифрам, это 3-4 век, ну, к примеру, потому что, ну, вы понимаете, что где-то в начале нашей эры Римская империя занимала огромное пространство, начиная там сверху от Британских островов, на западе Испания, на юге это Марокко, Тунис, Египет, вплоть до современной Сирии, Армения, даже, ну, никогда не входила, но находилась под влиянием, например, Крым, Босфорское царство, соответственно, большая часть Германии, ну, до реки Рейн. Франция, то есть это огромная империя, и поэтому в археологии, в истории это время принято называть Римским, когда Римская империя, ну, соответственно, наверное, помните все, что первым императором стал Гай Юрий Цезарь еще до нашей эры, первым таким уже знаковым римским императором Оттавиан Август в первом веке нашей эры, и вплоть до ее распада на западную и восточную, в принципе, для Европы, в том числе и для Восточной Римской империи, определяет в это время пространство полностью. В общем-то, римское время, конечно, вы понимаете, что до римские историки, писатели, географы ничего не знали о реке Оке, о Тульской области будущей, но, в принципе, как-то это пространство все представляли, ну, для них краем мира были Рифийские горы, соответственно, это Урал, а все это огромное пространство называлось Скифия, хотя, в общем-то, Скифы вымерли гораздо задолго до этого, ну, Скифии называли нашу территорию еще там в 17-16 веке, в общем-то, мы примем, что это позднее римское время, хотя это очень далеко в лесу, далеко от Римской империи, но, тем не менее, в орбите ее влияния. Ну, нашу сегодняшнюю лекцию я хочу посвятить Мощинской археологической культуре, вот, естественно, мы не знаем, как этот народ когда-либо назывался. Названа эта культура по городище у села Мощины Масальского района Калужской области, вот там план этого городища, вот фотографии, хотя бы они очень плохо видны, ну, мы можем видеть здесь вал оборонительный и большую площадочку, которая имеет размеры 60 на 80 метров, на котором, собственно, жили люди. И, ну, это типичное поселение того времени для лесной зоны. Когда-то это достаточно давно городище впервые стало известно, с него происходили яркие находки, и поэтому археологи решили назвать всех людей, которые были чем-то похожей материальной культурой на жители этого городища, Мощинской археологической культурой. Ну, я посвятил изучение этой культуры большую часть своей жизни, ну, в общем-то, на сегодняшнюю небольшую информацию. Вот. Как же они могли называться? Мы единственное имеем замечательный источник, это историк Иордан 6 века, который в свое время написал историю народа готов, гетика. Она часто переводилась, хорошо комментировалась, вы можете это почитать. Он упоминает, что некий король Готов, Германарих, когда-то, судя по всему, в середине 4 века покорил некие северные народы. Ну, и приводит список этих народов. Вы можете прочитать названия, вот это, Гольфи-Стифы, Тиуды, Иннаунгсы, Васинобронки, Меренс, Мордансы, Имнискары, Родни, Тадзанс, Атаулы, Навега, Вубигены и Колды. Судя по всему, где-то среди этого списка есть названия этих людей, которые жили на Верхней Оке, в это самое позднее римское время. Единственное из этого списка, то, что не вызывает никаких вопросов, это два названия, это Меренс и Морданс. Наши коллеги, которые занимаются археологией Мордвы и Мери, финских племен, известных на Оке, они уверяют, что вот это именно они. Но, судя по всему, это так. Исключая вот эти два названия, все остальное может оказаться названиями вот этих людей. Самоназванием, ну, вы себе представляете, это событие середины 4 века, пишет человек в 6 веке, через где-то 150 лет. Основываясь на легендах, преданиях, истории Гассиадора, ну, что-то такое, вот где-то так. Ну, я не знаю, какое вам название больше нравится. Великий отечественное словист Валентин Васильевич Седов в свое время взялся утверждать, что название их колдой. По одному простому принципу, что известно, что в 11 веке князь Изяслав на речке Протве победил некую голедь. Ну, и по созвучию колдов и голедей, он подумал, что вот это вот та самая голедь. Никакие самые тщательные поиски на реке Протве потомков мощенской культуры не увенчались особым успехом. Поэтому, ну, это вот как бы вот остается таким историографическим, интересным таким предположением, что вот это Голедь, Изяслава, Колды и Ордана, это один народ. Но в другое время, другая версия, ну, вообще есть племя Галинды, которое жило в Прибалтике, в общем-то, тоже претендует на это название. Ну, в общем, интересно, ну, мы никогда, скорее всего, есть масса людей, которые пытаются разобраться с этим списком. Ну, видите, тут не так много оснований. Ну, я считаю, что это все-таки... Ну, мне, например, нравится название Бубигены. Ну, ну, нет. Вот. Вот что такое мощенская культура. На самом деле, это довольно много людей, которые, вот, вы видите, здесь вот речка Ака течет. Вплоть до впадения в нее осетра. Это уже современная Московская область. И на запад это до Верховья, Днепра, протестирается практически до Смоленска. То есть территорию где-то около, там, 200 на 300 километров занимали жители, которые когда-то нам оставили эту самую мощенскую культуру. Соответственно, ну, учитывая, что небольшая плотность населения, нам известно, там, ну, где-то, сотни их поселений, на каждом из которых вместе с малыми детьми могло жить одновременно человек сто там. Но это какое-то достаточно большое племя, которое наверняка имело собственные названия, собственные истории, собственные какие-то представления об окружающем мире. Кто они такие? Честно вам скажу, что я до сих пор не знаю. Их называли балтами, их называли славянами. Мы до сих пор не имеем ни одного погребения, чтобы посмотреть это антропологически. Как они хоронили для нас загадка. Есть какие-то смутные данные образца конца 19 века. Но в любом случае антропологию мы не знаем. Мы знаем находки. Находки похожи и на тех, и на этих. Для нас важно то, что, в принципе, огромная территория в лесной зоне в это время была заселена протославянами, протовалтами и другими родственными их народами, которые до нас не дошли. Вот как вы себе могли представить бы, огромный куст, от которого остались две ветки. Одни балты, одни славяне. Они родственные. А вот все остальные, они где-то растворились во мраке времен. Кто они? Какие-то их родственники. На каком языке они говорили? Для нас загадка. В свое время было очень популярно использовать то, что реки в этом ареале часто называются балтскими названиями. Вот, например, река Лупа. По-литонски это будет река-река. Да, скорее всего, это балтское название. Но когда возникло это название, мы знать не можем. Либо когда-то две тысячи лет назад, либо тысячу лет назад. То есть, точно привязать это вот к этим людям, к сожалению, никак не возможно. Итак, кто их открыл? Вот их первооткрыватели. Николай Иванович Булычев. Очень известный деятель конца 19 века в Калужской области. Провел раскопки, в том числе как раз того самого городища Мощины. Нашел так великолепный клад, кучу материалов. Все это быстро опубликовал, потому что человек был очень богатый. Служил при дворе, был предварителем дворянства местного. И где-то там, в Массальском современном районе Калужской области, произвел массу раскопок. Прекрасно издал, все обосновал, все хорошо. Но он, конечно, не называл это мощенской культурой. Для него это были некие древности, которые его когда-то так интересовали. Он замечательный человек. Судьба его не очень понятна, потому что, будучи в очень больших чинах, он дожил до революции. Потом есть документы, что вроде бы в числе других участников какого-то белогвардейского движения его расстреляли. Но, честно сказать, что все в том расстрельном списке потом оказываются живы. Но, в общем-то, расстреляли мы не очень. И куда он после 20-х годов исчез, никто не знает, это очень интересная личность. Вот он произвел первые раскопки городища мощен. А вот Криват Николаевич Третьяков, очень известный питерский ученый, известный словист, выделил эту мощенскую культуру. Но случилось это тоже интересно, потому что то издание, в котором он в первый раз назвал все эти древности мощенской культуры, вышло летом 41-го года в Ленинграде. Успели разослать шесть экземпляров обязательной рассылки. Весь остальной тираж погиб под бомбежками тут же. Усокровилась. Ну, вот это вот, понимаете, печатные издания не горят. Шесть экземпляров разошлось. И вот, да, оно до сих пор известно, используется. Он определил какие-то основные свои мысли, что это отдельная культура, что это какие-то замечательные люди. Примерно определил их хронологию. И случилось это в 41-м году. В общем, история кончается. Можно переходить к истории. Где же была их прородина. То есть, ну, понятно, что они вот не вот в середине третьего века не слезли с пальмы вот где-то вот здесь вот в районе сверхней Айдии. Мы знаем, что их предшественники, это называется культура типа почепа, она вот здесь вот расположена на верхней десне, это современная, в основном, Брянская область. К сожалению, до сих пор эти поселения, которые относятся к середине первого, второму веку нашей эры, они достаточно плохо изучены, но мы четко можем понимать, что это полная предтеча по материальной культуре того, что мы имеем здесь на верхней оке в середине третьего века. Вот здесь они зародились, здесь они появились. И потом под давлением других племен переселились на верхнюю арку. Случилось это в середине, около середины третьего века. Так что прородина этих жителей где-то в Брянской области. Так, их поселение, как это выглядит? Ну, к сожалению, я специально нашел такую зимнюю фотографию типичного мощницкого городища. Вот видите, такая вот, два оврага, между ними такая вот плюшка небольшая, вал и вот эта вот небольшая площадка, на которой, собственно, жили люди. Ну, если вы умеете читать топографические планы, ну, вот вам пара примеров, да? Небольшая площадка, вал, два оврага и внизу где-то из чего-то либо ручей, либо речка. Потому что, ну, как бы, люди никогда не могли обходиться без водного источника, потому что хочется пить и поить спорт, заниматься хозяйством. Ну, практически вот эти поселения выглядели так. Мы знаем ряд поселений, которые не укреплены валами, не находятся на таких мысах, но обычно они как спутники вокруг такого центрального поселения. И мы не всегда уверены, то ли это было постоянно заселено, либо в связи с какими-то хозяйственными надмистями там жили временно, сезонно. Ну, в любом случае, в центре всегда такое городище. Естественно, наличие укреплений в обязательном порядке говорит о том, что люди постоянно опасались либо нападения, ну, конечно, вот, диких зверей, кривотских лесов, мы вряд ли стали бы строить такие серьезные какие-то укрепления. Вот. Их сопровища, с чем они пришли. Ну, естественно, как в любом человеческом обществе, есть элита. Элита, которая правит какими-то небольшими общинами, большими общинами. И уже Булычев на городище Мощино находит великолепный клад с вот такими украшениями, которые называются сейчас стилем восточноевропейских выемчатых эмалей. Ну, честно сказать, мне всегда мне казалось что-то инопланетное, потому что, вот, видите, такие массивные бронзовые вещи с красной, желтой, зеленой, яркой эмалью, стеклянной. Ну, наверное, на этом крайне плохо видно, но если заинтересуетесь, можете посмотреть где-нибудь в интернете. Браслеты массивные, какие-то фибулы, гривны, диадемы. Ну, то есть, в принципе, человек, который правил имен, даже небольшим обществом, он выглядел довольно солидно. То есть, вот эти, как бы, масса находок существует с других памятников, которые говорят, что да, вот, когда они пришли сюда, для них был актуален вот этот стиль. Этот стиль очень интересен, ему бы стоило посвятить отдельную лекцию, потому что почему-то, начиная с середины второго века по середине третьего, так точно, а то мы и пошире несколько, огромная территория от Прибалтики, под Днепровье и вплоть до Волги-Камы, люди самых разных племен и народов считают, что вот такой стиль – это вот самая, как бы, такая парадная одежда. И это, к несчастью, сейчас это еще более конкретизируется массовыми грабительскими находками, потому что этих, ну, счет на тысячи. Стиль очень яркий, красивый, его очень много находят при сборах металлоискателей на самых разных памятниках. К сожалению, это все утекает между пальцами, потом где-то потеряется в этих собраниях и никогда не установишь, откуда и что это произошло. Но, тем не менее, вот это стиль той эпохи, и они были частью огромного вот этого лесного мира, где, ну, можно сказать, в кавычках «князья» ходили вот в таких великолепных украшениях. Ну, вот их первые поселения, когда они приходят к нам. Вот тут светлость сложно, да, тут я вот пытался выделить красные, те самые пункты, когда они сюда пришли. Но, видите, по сути дела, это территория в верховье Аки, да, Ситра, речка Угра, которая впадает в Аку, в Калуге, да, и Упа, и то не до конца, у нас здесь этого достаточно мало, ну, вот это вот, они здесь поселились и потом расплодились, да, заняли свою территорию. Ну, как бы, самое простое, да, их посуда, горшки. У них были, то есть, гончарного круга они не знали, посуда лепилась от руки, но кроме таких достаточно грубых, кривых горшков кухонных, этарных, у них была, ну, достаточно красивая, лощеная, ну, когда поверхность сосуда заглаживается специальным лощилом, получается такая блестящая, часто черная поверхность, это их столовая посуда, там всякие миски, вот такие вот для них наиболее характерные. У них были глиняные сковородки, ну, то есть, ну, достаточно большой ассортимент, они вполне могли себе позволить. Я, ну, наверное, и правильно на этом экране бы сейчас никто ничего не увидел. У них были небольшие дома размером 4 на 5 метров, судя по всему, срубы, которые отапливались открытым очагом, от которого археологу, ну, почти ничего не остается, только вот пятнышко прокаленной глины, немножко угольков, и то в лучшем случае, если это не было размыто, ну, как бы, эрозия почвы, ну, это все достаточно сложно сохраняется. То есть, в углу жилища, горел костер, по сути дела, жилище было маленькое, плохо отапливаемое, ну, вот такие вот условия быта того времени. Ну, их вещи, да, вот, вы видите, появился там вымчатый эмаль красивая, у них были там, потом появились другие вещи, оружие, топоры, ну, вот это вот как бы сейчас сложно говорить, потому как чем он отличается, почему отличается хронология, ну, в общем, это вот развитие их материальной культуры, начиная с середины третьего по пятый метр. Ну, выделить из этого можно их любимые застежки, обские фибулы. Не очень хорошо видно, это вот такие бронзовые изделия с пружинкой вот здесь вот, на этой части, здесь была иголочка, но, к сожалению, они очень часто плохо сохраняются, поэтому полную, ну, это вроде как бы обычной булавки, которая застегивала одежду. Судя по всему, они были парные, то есть с двух сторон застегивали какую-то одежду, и это было их этническое, можно сказать, одеяние. Они за эти застежки держались в течение многих столетий, их соседи, например, рок-скейфины никогда такого не носили, например, начали носить только в качестве престижного набора уже в эпоху переселения народов, то есть это вот их любимое, которое у них появилось. Как это появилось? Вот недавно у меня была такая работа, она еще не опубликована, но я с ней большим удовольствием занимался, я пытался понять, как же это у них появилось. Вот эти застежки, вот наиболее ранние формы, потом это четвертый век, потом это уже эпоха великого переселения народов, то есть пружинка, вот такой приемчик туда игла, и вот отсюда туда эта игла выходит. Но, понимаете, вещи археологические тут надо, ну, наверное, можно было привести лучшие примеры, но, к сожалению, так. Для ученых этого достаточно. Самая главная особенность, что у них вот, у пружинки была такая вот, как бы, тетива продолжения, вот такой полукруг, который опирается, собственно, на тело фибулы, он продет вот в такое маленькое отверстие, которое имеют эти фибулы, вот здесь вот. Это очень характерная особенность для подобных застежек. Придумали такую форму когда-то давно, во втором веке нашей эры, обитатели Центральной Европы, в основном Польши, которые прославились потом и до сих пор известны, что называется, под именем вандалов. Было такое племя германское, археологическая культура, которая, соответственно, называется Пшиморская, в основном она находится в Польше. Вот эти люди зачем-то придумали вот такое крепление пружинного аппарата у фибул. Когда-то давно, ну, стадия B2 европейской хронологии, это примерно от середины II века до его четвертой но фибулы, которые они изготавливали, не очень похожи на то, что потом пришло на охрану. Но в то же время рядом с ними находилась римская провинция Дакия, которую завоевал император Троян, в которой были распространены застежки, очень похожие наоборот по форме, но на наши, которые потом появились на Верхней Арке. Вот эта серия находок, и между ними была, вот если посмотреть на карте, вот себе представляете, вот наша Верхняя Арка, вот эта вот Десна, прародители, да, вот эта вот почерская культура, а вот граница Римской империи. Вот, вот так она идет по Дунаю. И вот этот вот, так сказать, выступ из этой границы, это и есть провинция Римская Дакия, современная Румыния. А вот это вот пунктиром обозначена как раз область проживания этих самых вандалов того времени. И вот здесь вот где-то на границе создалась, ну, здесь горы Карпаты, вот эта вот современная Венгрия, создалась та ситуация, когда вот эти вот две традиции встретились. И судя по всему, именно здесь появилась какая-то бригада ремесленников, наверное, которая придумала эту форму и по каким-то причинам, ну, в то время здесь происходили достаточно бурные события, наверное, никогда не слышали, были такие маркоманские войны, когда Римская империя воевала с кучей варваров. Случилось это при правлении императора Марка Аврелия, известного философа. Ну, наверное, здесь только на мировых экранах встречали его сына, собственно, Комода, который там, в том фильме «Гладиатор», там очень красиво вот этот вот сын, который не пошел в отца, очень красиво выиграл, потому что его отец Марк Аврелий, известный философ, стоик, который как раз занимался укреплением границы вот здесь вот на Дуная и воевал в этих, и победил в маркоманских войнах. Соответственно, здесь была очень нестабильная ситуация во второй половине второго века нашей эры. Соответственно, какая-то группа ремесленников, судя по всему, вот так как-то попала сюда. И получилось так, что жители тогда еще в Брянской области, так сказать, самая почернская культура, восприняли эти находки, ну, как бы, эти вещи, для них они оказались актуальны, и они продолжали их воспроизводить в течение почти 200 лет, уже вот здесь вот, живучи на окне, и являясь носителями той самой почернской культуры, о которой мы говорим. Поэтому, ну, я пример привел для того, чтобы, как бы, ну, здесь больше показательно, насколько эта эпоха была очень подвижной. И поэтому, для того, чтобы иногда решить маленькие вопросы хронологии или культурной принадлежности какой-то находке, приходится смотреть литературу отсюда и до Дуная, как минимум, северную Европу знать хорошо, потому что очень многие группы населения перемещаются из угла в угол, что называется, очень дальнее культурное влияние, и вот что показывают вот эти вот фибулы, которые очень любили эти люди, потому что воспроизводить что-либо в 200 лет, это достойно. Так вот, кто же были ими соседями их в это время? Вот здесь вот, собственно, памятник имущества культуры. Вот здесь на Сейме это самая северная группировка готов, от которых происходит вот на верхнем дону памятнике, которые называются археологами типика шейки-сиделки, которые, ну, часть этого черняковского населения, которое выплеснет тут, сюда, на верхний дом. Увидите, что вот здесь вот вплотную, можно сказать, нашему верхнему паучу подходит это годское королевство, упомянутого уже короля Гермонарихов, там, в середине 4 века, который покорял некие северные народы. Ну, если вы представите, вот, ну, скажем так, Бубигены, да, Америя и Мардва, это уже чуть-чуть восточнее по этой осле, в общем-то, если оценивать этот список, то, собственно, вот здесь это мы все имеем. Мы имеем на памяти помощческой культуры массовые черняковские импорт, который изготовлен готами, но, видать, на что-то выменивался приторгован с лесными народами, поэтому, да, мы понимаем, что в это время существовал довольно стабильный мир. Где-то была Римская империя, все при Черноморье и вплоть до вот сюда Курского посеяния, и даже на верхний дом в современную Литинскую область доходит влияние горского королевства, а здесь, в лесу, живут разные народы. Окские финны, которые потом стали в Мордвойне, мощницы, которые, мы не знаем, кем стали и как это все дальше происходило. И еще тут масса народов, лесная зона огромная, в ней очень много проблем и всяких других развлечений. Ну, дальше выступает другой штаб, великое переселение народа. Конец 4-го, и длится оно до 7-го века. Мы даже знаем точную дату, 375-й год, когда гунны переходят через дом, нападают на готов, соответственно, начинается дикая трюбация, а в 378-м году, через 3 года, готы, убежав в Римскую империю, убивают императора Валента в битве при Адрианополе. Ну, то есть, вы все представляете, очень динамичное время, если перечислять какие-то либо события, это займет массу времени, но, скажу вам честно, что гунны, хотя и были степняками и шли туда, в Европу, к Римской империи, где было что пограбить, тем не менее, все эти события не обошли стороной наш лесной уголочек. Ну, начинается все другое. Их новые сокровища. Ну, здесь фотография клада, которую мы нашли на городище Белегош, не так давно, это в районе Поленова. В такой небольшой ямке были сложены женские украшения, которые относятся, ну, были сокрыты около середины пятого века. Ну, здесь мы имеем, ну, как бы, очень любопытное смешение традиций и какие-то совершенно... Вы себе представляете, как это далеко от центра мира, ну, тем не менее. Мы имеем здесь стеклянные бусины, причем вот такие вот бусины, они называются крапчатые, именно в это время вошли в моду в Римской империи. И вдруг они оказались у девушки на берегу реки Оки, точнее, это даже притока реки Скнижка, правого притока реки Оки, где-то в далеком лесу. Они у нее были бы жерелья. У нее также был хороший набор гентаря, который, извините, это Прибалтика, гентарный путь, но в Римской империи этого было недостаточно, вот тоже интересно. Вот там куски ее лобного венчика, серебряные височные подвески, вот это вот части налобного венчика, браслеты, бронзы, в общем, обычный набор вот такой вот, ну, королев одного такого маленького поселка, который был расположен очень далеко в лесной зоне. О чем это говорит? Что лесные жители, тем не менее, очень довольно, судя по всему, активно участвовали. Часть мужского населения участвовала в набегах, на Дунай. Потому что, ну, уж очень быстро. Я не верю, что самые модные, красивые, дорогие имперские вещи потом обменяли здесь на шкурки от соболей или что-то такое. Скорее аборигеном продают в консервные банки. И какие-то очень дешевые украшения. Поэтому, вот, видите, такой интересный факт о участии этих людей в самых бурных событиях. Ну, вот этот пилат мы нашли в 12-м году, не так давно, лучше красивый, не интересный. Вот то, что было дальше, это вот стиль. Ну, видите, это совершенно не похоже на те эмали, которые я показывал, которые были в 3-м веке. Это вот вклад на городище Картавцево. Тоже бусы, подвески ветерковидные и части вот таких серебряных подвесок, которые, наверное, составляли ожерелье какой-то уборок и женщины. Очень примитивные украшения. Они буквально вырезаны из листа серебра. И вот только вот такие вот, как бы, пупырышки на них выдавлены, вычеканены. Вот все, что очень трудно, дотоверя, таким довольно неприхотливым. Это серебро. Соответственно, в престижный наборах, не самое простое. Тем не менее, это очень примитивные формы. Вот украшения. Вот мужских украшений здесь нет. Да, в таких вкладах не выпадают. Вот, их деньги. С деньгами еще интереснее. Это буквально находка тоже очень свежая. Найдено на лесном городище около Туру. Буквально в черте современное муниципальное образование города Туру. Это римские монеты, форисы. Они бронзовые, это не серебро. Причем в нескольких пунктах. Время чеканки этих монет от Константина Великого, соответственно, до 30-х годов 4-го века. И до императора Гонория, который правил в 20-е годы 5-го века, соответственно, здесь, конечно, плохо видно, к сожалению, не могу показать особенности этих монет. Вот. Очень любопытная коллекция, которая говорит о том, что в начале этой эпохи Великого переселения народа к нам сюда поступала и вот римская бронза. Но надо учитывать, что в это время в Римской империи серебряных монет не чеканили вообще. Было либо золото, либо бронза. Соответственно, для торговых расчетов пользовались бронзовыми монетами. Но говорить о том, что какая-то глобальная торговля могла доходить до верховьих бракей, не возьмусь. Но тем не менее, в качестве какого-то сокровища они не могли сюда попасть, потому что это лидеракметал. Но тем не менее, свидетельство о том, как далеко и именно в это непростое время доходило влияние бурных событий, которые происходили на Дунае, ну все представляете, в это время там начинает появляться гуннское королевство на Дунае, которое потом закончилось походом Аттилы на Римскую империю, битву при каталогунских полях, потом распадом империи Аттилы, 50-е годы битву при Недау, когда его союзников уже после его смерти разгромили, гуннская держава в Европе перестала существовать, а осталась у нас все равно на этих огромных степных пространствах при Черноморье. Ну, самая интересная монета, к сожалению, очень плохо видно, найдено было монетовидное изделие, это не монета. Там изображена голова богини в шлеме и фрагмент зодиакального календаря, знак льва и, соответственно, вот этот дендерский, так называемый, календарь, который в эпоху Птолемеев возник. Что это такое? Ведущие нумизматы нашего Европы до сих пор понять не могут. Возможно, это так называемые ТСР, это жетон, который в Риме в массовом порядке и в большом ассортименте выпускались. Это, ну, как бы пропуск, например, на театральное представление, ну, вот... В баню. В баню, да. Ну, в публичный дом тоже, там есть очень большая серия ТСР, которая называется спинтри и с эротическими сценами. Да-да-да, сценами всякими и покоребными. Вот. Ну, тем не менее, такая находка. Не знаю, нумизматы даже говорят, не подделка ли это 19 века, так называемые ренессансные монеты, которая... Ну, ренессансная монета, которая оказалась в мухом лесу вдали от какого-то либо там дворянской усадьбы, ну, наверное, древники с ренессансными монетами там и проходили. Ну, в общем, все, 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 что угодно, все, все, может, имеет... Всякое бывает в жизни. Ну, тем не менее, вот, видите, очень интересная эпоха, и когда население Верхней Аки в этом тоже очень активно участвует. Ну, новая эпоха, новые соседи, да. Это, я специально поместил, самое знаменитое оружие эпохи, это гунские трехлопастные стрелы. Ну, с различных памятников Верхней Аки происходит их достаточное количество. Ну, естественно, они туда не в качестве сувениров попадали, а в ходе каких-то столкновений с носителями. Ну, чем знаменита вот эта вот гунская трехлопастная стрела? Во-первых, это чисто степное изобретение, потому что в лесу стрелять из лука далеко не нужно, потому что там деревья, кусты, и, собственно, далеко на вся стрела не полетит. Вот, подобные конструкции, очень аэродинамичные и устойчивые, характерны для степняков, потому что им надо стрелять далеко. Для того, чтобы подобные стрелы использовать, нужен степной сложный лук, который профессиональное изделие с костяными накладками, дорогой в производстве, естественно, как бы принадлежность профессионального воина. Ну, вот, вот такие соседи достались носителям мощенской культуры в гунское время. Кто были эти соседи? Так вот, их новые соседи. Вот здесь вот остаются наши замечательные жители мощенских городич. Вот здесь вот в Курском России остается небольшая группировка поздних ботов. В отличие от недавно еще господствующего мнения, что боты все целиком подаются в Европу и никак не остаются на просторах нашей необъятной Родины. Нет, мой коллега Олег Александрович в последнее время нашел целую группировку, работая в Курской области, он называл это Львовско-фачческая группа, поселений, которые годские, черняковские, но они продолжают жить еще в начале пятого века. Уже после 375 года, когда гунны напали на готов, после смерти короля Гермонарика, после того, как Аллаты и Софрак уводят Остготов на территории империи. В общем, то ли был процесс возврата, то ли какое-то количество готов осталось в гуннском мире, но это действительно факт, они здесь живут. И какое-то время, правда не очень долгое благодетство. В то же время, вот здесь, на верхнем Дону, территории современной Випецкой области, появляется новое явление. Открыл его в конце 90-х годов Андрей Михайлович Обломский, назвал он это группа памятников типа Чертовицкой занятий. Центральные поселения находится вот здесь, вот эта острая лука Дона, так называемый, вот такой большой изгиб реки Дон. Находится это не далеко от Донкова. Вот. Нет, не Донкова речь, когда начали копать эти памятники, очень удивлялись, потому что это что-то типа дружбы народа. Там есть материалы годские, черноховские, там есть материалы славянские, киевской культуры, там есть горшки и находки мощенской культуры, о которых я сегодня так долго рассказываю. То есть такое впечатление, что на серии поселений живут люди со всех сторон света. Там есть откровенно танаистские материалы, там есть степные материалы, то есть совершенно как бы смешанное население. Любопытно. И там же масса ремесленных мастерских, там просторезные мастерские, там горные для производства дорогой посуды, там масса стекла. И тут же есть юрты и могилы очень богатых знатных воинов. Причем тоже очень сборные солянки. Сейчас я вам это продемонстрирую. Есть монголоиды, которые могли быть гунами, есть сарматы, есть германцы. То есть со временем стало понятно, что в этом месте существовало некое степное королевство эпохи переселения народов. Существовало оно в течение пятого века. Конец четвертого и до конца пятого века. Где была явно очень мощная такая воинская дружина, которая себе создала комбинат бытовых услуг, по сути дела, пригнав население, которое их обслуживало. Кто же такие эти люди? Эти люди оказались очень интересными. Вот эта острая лука, вот эти раскопанные памятники. Судя по всему названия у них есть, это Акациры, о которых есть античные источники, что во времена Аттилы как раз византийские императоры направляют к Акацирам своих послов и пытаются их подкупить, чтобы они действовали против Фатину в его труд. Ну, понимаете, что масштаб бедствия, чтобы византийский император о ком-то прослышанном послал там эту дорогу, но это довольно-таки мощная деятельность. Это, ну, как бы, сильная банна получается. Вот. Ну, дальше там произошла, судя по, ну, этот рассказ содержится в произведении приступа Аминского. И самый главный начальник Акациров обиделся, затаил злобу и настучал на товарищи, собственно, Аттилы. Аттила, собственно, был, кстати, довольно резким и послал своих, так сказать, уже свои войска мстить предателя. В общем, побили всех, кроме того, кто настучал. Вот. Самый главный начальник. Вот. Он сохранил свои владения, как пишет периспонийский, но тут ему Аттила прислал приглашение. Ну, приезжайте ко мне, в общем-то, отпразднуем такую победу над этими подданными предателями. Но, судя по всему, этот человек был очень умный. Он сказал, что он не может себе представить, как человек предстанет перед глаза божества и остался у себя дома. Благодаря чему, наверное, он избежал кровавой преждевременной смерти. Вот. Вот. Акациры описываются как некий скифский народ. И надо понимать, что для античных этнографов скифский народ – это смешанный. То есть, тот, в котором есть и кочевой компонент, и осёдлый компонент. То есть, это некая смесь народов. А название Акациры имеет аналогии в других тюркских. Это тюркское слово «живущие около леса». Ну, сложно описать их положение перед лесной зоной более точно. То есть, благодаря этому, по этому поводу очень много писал Алексей Кеннадьевич Фурасев, питерский прекрасный исследователь Андрей Михайлович Обломовский. В общем, они там, наконец, сошлись во мнении, что да, вот такие замечательные акациры. Вот. Ну, их достаточно богатые находки. Ну, кстати, очень чёткое буннское время – это вот такие вот серьги полиэтрические, с такими гранёными. Это вот буннское время, в гураканы ходи, серебряные пряжки. Достаточно богатые материалы. Вот. Я вам показывал трёхлопастные стрелы, чьих они, кистей тут видно, потому что здесь найдены ещё и детали костяных сложных луков, наконечники стрел. Можно сравнить с той картинкой, в общем, от кого в мощенские леса прилетали стрелы, у меня сам тени, в общем-то, не возникает. Ну, тем не менее, видать, какие-то были более сложные взаимоотношения, потому что вот тот же клад Велегорский, о котором я рассказывал это уже времени, ну, значит, может быть, были и союзнические отношения, но в некоторых случаях поддержаны вот такими вот замечательными сделками. А люди, они были красивыми. Вот видите, степные лица. – это одна из групп черепов, которые изучены на Ксидовском могильнике, которые специально были деформированы в детстве, то есть, ну, череп человеку обматывался вот такими лентами и он приобретал вот такую вот замечательную форму. И вот, ну, вы можете видеть конкретные черепа, которые там изучены были антропологами на Могильнице. Вот, некоторые из них были вот такими замечательными вот этими стихными лицами, которые к нам иногда тут и являлись. Ну, были как бы и германцы, были и чурки, соответственно, бунные. В общем, такая достаточно простая, красивая толпа. Ну, тем не менее, открытие 2016 года Акациры-Скулин. В том году, копая, вот, замечательный, наверное, микрорайон времена года, который возводится на окраине Тулы. Вот, вот, Восточный Обвод, Приволочье, вот здесь вот некое поселение УПА-2, которое попало под зону застройки, и мы проводили спасательные работы перед строительством этого микрорайона. Пока первый этап. И мы там находим поселение этих самых Акациров, вот, образцы посуды, вот, там, находки, те же самые крапчатые бусины, там, зеркала, вот эта вот полиметрическая серьга, вот кусочек, фигулы, пинцеты, вот, все такое хорошее и замечательное, и выясняется, причем, от центра этого королевства, острова Лукидона, здесь 220 километров, я померил по прямой. очень далеко, и судя по всему, нас ждут еще богатые открытия, потому что, значит, здесь уже на границе Мощинских городич, потому что ближайшие Мощинские городичи находятся в 15 километрах. именно синхронные, именно этого же времени, однозначно. Здесь живет группировка этой публики, и мы ждем с нетерпением весны, чтобы есть несколько подозрений, где они еще могут быть, а они тут точно не одним поселением неужели, это невозможно. Такой ампал за 220 километров? Нет, значит, их здесь много. Есть неисследование пространства, а есть какие-то подозрительные, о которых мы там имели, там, три лепных черепка небольших, которые, пока нам ничего не говорили, до того, как мы не вскопали эти 5000 квадратных метров под времена года. Так что, ну, я не знаю, могу только призвать. Во-первых, нам хочется дальше копать под этот микрорайон, надеюсь, что он будет строиться. Они недавно приходили к нам, вроде бы, мы продолжаем эти работы, так что покупайте квартиры в микрорайоне времена года, мы дальше покопаем, это будет замечательно. И там дальше еще, там вот мы выкопали 5000 метров квадратных, а там осталось еще 25. Там есть где разгуляться, мы ждем находки. И в то же время хочется уже скорее посмотреть те подозрения, о которых, ну, в общем-то. Вот, ну, буквально 25 января с автором работы Евгением Васильевичем Столяровым докладывали обо всем этом безобразии на институте археологии Андрея Михайловича Обломского, первооткрывателю памятников чертанической замятины. Он был счастлив, ходил как именинник. В общем, ему очень это еще интересно. Ну, таким способом, дальше последняя, как бы, тема нашей почти. Последний из мальдикан, куда же они делись, да? Вот. Мне однажды посчастливилось, в десятом, да, в девятый-десятый год я работал, что случилось такое дело раскопки городища в деревне Акиншино. Это на границе Тульской и Калужской области. Вот здесь вот расположено, вот видите, Акиншино. Это недалеко от Суворова. Тоже удивительная история. Это городище было известно еще с конца девятнадцатого века в свое время. И его копал Юлия Густавовна Гендене. Но с тех пор это городище все потеряли, потому что он находится в Глухом лесу. И они забыли на сто лет спокойно. И наш вот замдиректора по науке Андрей Николаевич Наумов решил по этим письменным источникам сто летней давности все-таки найти. Есть же где-то этот памятник, надо его обойти. Он его нашел в этом Глухом лесу. Мы с ним потом выехали, сняли там топографический план и все. Я гляжу, он замечательный городичек, хочется покопать. И действительно, покопал. С большим удовольствием, два сезона. И там я нашел то, чего не было никогда. Находки шестого и седьмого века. Мощинской культуры. Самые поздние жители этой мощинской культуры. И все начало, потому что до этого реальные дитировки были не позже пятого века. Ну, пятый век кончается, все куда-то разбежались. Следующая волна заселения славян начинается в начале девятого. Вот где-то с конца пятого по началу девятого звучит такая огромная дыра, в которой ничего не было. Нет, все хорошо. Замечательный раскоп, который позволил открыть эти слои шестого и седьмого века. В связи с этим привязать все остальные более, ну, менее яркие находки к этому. То есть доказать, что мощинская культура спокойно досуществовала до славянского заселения уже в более позднее время. Здесь-то опять появляются трехлопастные стрелы, здесь были еще какие-то люди. Потому что кочевники не кончились вместе с акацирами, я вас уверяю. И тоже периодически заходили к нам в лесную зону. Хороший оружие, даже фрагменты кольчуг, воинских поясов. И вот это вот самая замечательная вещь, которая говорит нам о, по крайней мере, середине седьмого века. Это накладки от ременной гарнитуры, так называемого герогического стиля. Вот они, которые в основном есть в нашей территории. Это накладки воинских поясов. Тоже это огромная воинская культура, которая на востоке ограничивается современным Казахстаном, а на западе Испании это глобальная воинская мода того времени. Начинается она в конце шестого века и где-то до начала восьмого века, там уже несколько другое, ну, вот эта мода сохраняется. Вот эти находки происходят как раз с городищ мощницкой культуры. Ну, и самое замечательное, что их ближайшие аналогии находятся в Крыму и на Кавказе. Ну, то есть тоже завертелся какой-то такой довольно глобальный мир. К сожалению, ну, материалы Окиншинского городища я уже не первый год мечтаю издать, все никак не доходят руки дописать эту книжку. Я думаю, что это будет хорошим продолжением всех исследований, потому что это действительно нужно. там последовательно постройки залегают с разным материалом, как бы описывают практически всю историю мощницкой культуры, начиная с третьего века до середины седьмого. Уникальный памятник, счастье, что мне удалось его подкопать, ну, дай бог. Дай бог, что он сохранится и никто его там не разграбит, не разрушит, он в глухом лесу и дай бог ему счастья. Потому что, ну, для любого археолога важно не только раскопать, ну, то, что хочется, но еще оставить. Потому что наука все-таки не стоит на месте и хочется, чтобы ее раскопали лучше, чем я могу сейчас. Поэтому, выполнив свою научную задачу, да, найдя и определив это явление, я хочу это оставить другим людям, которые, да, пусть чем, через 50 лет, через 100 лет сделают это лучше меня. И это главная позиция археолога по сравнению с грабителем, которому хочется сейчас. Ну, в общем, вот так это выглядит, да, Мощинская культура опять. И в последней памятке здесь, к сожалению, очень плохо видно. Красный цвет, вот самые поздние памятники на этой карте были выделены. Вот это вот, Акиншицкое городище, вот. А вот здесь еще Картавцевское городище, но оно сильно перебито древнерусским более существовавшим позднее городом. И некоторые другие вещи, там, городище Воротынцево, в Орловской области замечательно, но оно тоже перебито древнерусским городом. Вот это славянские древности типичные, роменская культура, так называемая, это основной материал. А есть вот эти вот славянские, мощенские древности. И в славянских постройках 9-го, начала 10-го века есть такие же горшки, которые, говорят, не могут говорить ни о чем, кроме как о присутствии именно этого населения. Да, небольшой участок, да, его было немного, да, через какое-то время оно окончательно исчезло, его культурное своеобразие. Но люди эти никуда не делись. Их потомки продолжают жить среди населения Тульской области. Поэтому поиски их следов продолжаются. Скоро весна и очень хочется. Спасибо.